Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас спортивный выпуск, необычный. Ну, как говорится, если бы феминистки смотрели бы этот эфир, они, конечно же, сразу начали бы переживать. Речь пойдет о женском футболе. И сегодня у нас здесь в студии настоящий тренер по футболу с 20-летним стажем. Анастасия Владимировна Блынская, которая тренировала женскую футбольную команду Люберецкого «Торпедо», работала в училище Олимпийского резерва номер 2 в Звенигороде, то есть тоже все Московская область. И говорим мы сегодня, естественно, о женском футболе и о его месте в современном спорте. Ну, во-первых, Анастасия, скажите, почему футбол-то? Кто привел? Папа любил футбол? Уникальная была история, связанная с моим футболом. В общеобразовательную школу пришел тренер. А мне на тот момент было все равно, чем заниматься. Мне хотелось в спорт. И у нас был отбор, вы себе не представляете. На футбол? Да, на футбол был отбор, и я пошла с подружкой, и меня взяли, а ее нет. Ну и все, месяц второй, третий. А то есть подружка больше хотела, чем вы? Может быть, да, и папа мной так гордился, вот ты прошла, ты теперь можешь доказать. И все. И после этого футбол вошел очень плотно в мою жизнь. А до этого вы вообще футболом интересовались? Нет, конечно. Я вообще, мы не знали, что такое вид спорта существует в принципе, и до сих пор, когда сталкиваешься с некоторыми людьми, спрашиваешь женский футбол, а не женское это дело, восприятие другое у людей, потому что принимает картинку, а то, что это очень эмоционально, очень красочно. Но мы сейчас об этом поговорим, тем более вы же как игрок, как тренер, вы воспринимаете это с двух сторон. И вот мы до начала программы уже стали говорить с нашей гостьей о том, что сегодня, по крайней мере, на, скажем так, федеральном канале, который занимается спортивными программами, все чаще и чаще нам показывают женский футбол. Ну, может быть, с точки зрения российского первенства или, скажем, российских игр, ну, самых разных направлений чуть меньше, но чемпионат мира показывали. Причем показывали его довольно так, ну, солидно люди, изголодавшиеся по футболу, которые не могли, ну, все еще после пандемии, синдром и изо всех-всех событий. А тут тебе раз и женский чемпионат мира. Вы, кстати, смотрели чемпионат мира? Я, на самом деле, смотрю избранно. Очень много футбола в моей жизни, в работе. И, знаете, как тренер, он смотрит не картинку игры, а он начинает анализировать. Это ужасно, да? И постоянно находиться в анализе, а что бы сделать, а как можно изменить, а что лучше и как лучше, это перегружает голову, на самом деле, очень сильно. И поэтому я стараюсь, если и смотрю, то очень выборочно, и стараюсь... Вырезанные моменты. Вырезанные собой личные моменты, потому что разговаривала с девчонками-судьями, и говорю, вы как смотрите? Как судьи. Никто из нас, профессионалов, не смотрит футбол как картинку, как смотрите его вы. Ну, это точно так же, как никто не смотрит... Ну, я в какой-то степени тоже немножко, с одной стороны, у меня был опыт работы на канале, где я комментировал футбол. И поэтому тоже мы можем, как комментатор завернет, у него своя как бы еще есть история, так она делаю и пойдет. Но речь идет о том, что все-таки это же нужно для спорта, да, для... Ну, нам в кино показывают, например, что вот как там расставляют эти все фишки. Потому что актер, который играет в кино, приходит в театр или играет в другом театре, он смотрит не на постановку, а он начинает уже... Как бы он сделал бы, да? А как бы да, а как бы это... Но бывают все-таки моменты, когда ты видишь, что вот молодец, почему я так не догадался это сделать? У вас же тоже, наверное, бывает такой момент, что вот это было правильно, это здорово, что хочется поаплодировать. Конечно, особенно когда комбинации красивые, в несколько касаний, на приеме, с уходом. Ты же эти тонкости начинаешь подмечать в игре. Конечно, хочется аплодировать. И ты... Ну, тут возникает следующий вопрос у тебя в голове. А почему на тренировках, давая определенные схемы, определенные упражнения, почему они в поле неприменимы? Я как-то очень давно задала себе этот вопрос. И через какое-то время я на этот вопрос ответила. Потому что тренер в тренировочном процессе сам решает задачу за игрока. Мы не берем те факторы, что, во-первых, это эмоциональное другое состояние, во-вторых, это соперник. Если мы берем девочек или женщин, то это эмоция прежде всего. Ей сегодня позвонили и что-то не то в трубку сказали, она уже будет совершенно другая, нежели была бы вчера. Отпретить звонки в деньгах. Невозможно это сделать. Женщину нужно чувствовать. Она очень эмоциональный человек. Мы играем эмоциями, мы не играем головой. Вот тут такой прям интересный момент. Вы сами на него вышли. Мы не можем его не пройти. Я как человек, ну, журналист все-таки, да, я стараюсь быть независимым, да, по отношению к любым, так сказать, вопросам. И здесь понятно, что есть, ну, устоявшаяся, не буду говорить слово норма, но устоявшаяся привычка, как хотите. Да, вот футбол мужской, да, когда-то там давно в Англии, в Шотландии, у Эльси, все эти дела. Вот люди там бегали с мячом, хотя в Царской России тоже у нас это дело было популярно. Но представить себе женщину с мячом, ну, может быть, только как некое такое шоу. Разные же были времена. А сейчас мы воспринимаем женщину, женщина – это абсолютно, ну, как независимый человек, который принимает решение. Мало того, мы видим зачастую, к великому несчастью, что мужчины превращаются немножечко в женщин, да, становятся какими-то такими хлипкими и так далее. Вот есть такое мнение, что футболистка даже выглядит немножечко уже не так, как женщина. Вот давайте мы будем развеивать эти мифы. Ну, это же зависит не от спорта. Это же зависит от самой девочки, от самого восприятия ее, как она принимает эту игру, в какой роли она входит на футбольное поле. Девочки могут оставаться девочками до последнего. Это не зависит от вида спорта ими выбранного. Это зависит от внутреннего состояния. И я понимаю, о чем вы говорите, потому что, если мы возьмем, допустим, лет, ну, пусть 10 назад, действительно, выходя и смотря футбол женский, были мужеподобные девчонки, которые строили из себя больше ребят, нежели девчонок. Но, к моему счастью, эта тенденция изменилась. То есть идет облагораживание. Сейчас выходит на поле именно девочка, если посмотрите, и она ухоженная, она красивая, она манерная. То есть вечером она будет в вечернем платье? Не всегда. Не всегда. Она может быть в спортивном костюме, но ты никогда не скажешь, что это вышел мужчина или вышел мальчик или мужеподобная девочка. Почему тут еще такой важный момент сейчас, просто вот, чтобы мы его уже обсудили. Мы же помним все эти скандалы, когда, ну, сейчас у нас разные есть в спорте, да, помните, когда женщина становится мужчиной, мужчина становится женщиной, там у них, у нас этого нет, мы уже стоим перед запретом об этом, и выясняют, может ли плыть там дистанцию и так далее, потому что все-таки есть понятие мужской и женский организм. Так вот, чтобы эту тему, так сказать, закрыть, мы же знаем, что есть волейбол. Как-то все к этому спокойно относятся, так всегда было, и уже не помнишь, кто раньше был, женщина или мужчина. Есть баскетбол, какие были замечательные спортсменки у нас, да, вот сняли фильм про мужскую сборную, а, значит, «Уралочка наша» знаменитая, или там такие игру не были, что я сам брал автограф и помню. Есть гандбол. Есть гандбол, я, кстати, это мой первый вид спорта, с которого я начинал. То есть там все нормально, там кажется все естественным, да, ну, и вот, скажем, как в баскетболе, там и у мальчиков, и у девочек рост соответствующий, хотя есть и прытки маленькие. Но вот почему-то в футбол всегда, вот, ну, не то, что критиковали, а может быть это было таким отталкивающим вариантом, потому что бегают с мячом по привычке вроде как мужчины, вдруг женщины. Вот вы для себя как это объясняете? Ну, я, во-первых, объясняю это для себя тем, что, может быть, когда мы принимаем что-то новое, у нас начало любое принятие через протест. Вот, во-вторых, это объем больше. Если мы возьмем площадки гандбола, баскетбола, они маленькие, они в залах, они в закрытых помещениях, а здесь такой большой простор. Количество игроков, соответственно, на поле, если мы берем, да, классический футбол 11 на 11, то есть количество игроков на поле тоже больше, расстояние, которое покрывает игрок во время матча, оно тоже увеличивается. Так, может, мы заботимся просто о женщине, потому что, представь, я вас сейчас тоже ловлю на слове, извините, очень интересная дискуссия, то есть мы просто видим, что так долго и бежать, чисто по-мужски переживаешь за нее, мужик-то должен бежать, как бы в нашем, по моему пониманию, да, вот беги, беги, марафонит знаменитый, да, вот, а тут хочется, может быть, от этого чисто психологически... Ну, мы забываем о том, что женщина же может все, она может бежать гораздо быстрее. Мало того, знаете, что мы забываем, мужчины, что женщина-то и живет по статистике гораздо дольше, чем мужчина, так что и бежать, и еще и бежать. Ну, хорошо, итак, бежит больше, большая территория, задачи те же. Да. Да, и почему, вот когда будет уже нормальное восприятие, как вы считаете? Ну, я думаю, что очень скоро. После того, как начали организовывать и создавать команды под мужскими, интерес к женскому футболу вырос просто кардинально, за год, за год. Та же команда сама как бы подталкивает, да. Во-первых, это мальчики, мальчики, мужчины, они стали видеть, что делают девчонки, и они стали, ну, соответственно, анализ у спортсмена, он присутствует всегда. Всегда, да. И они стали смотреть, что они делают иногда с закрытыми глазами, потому что девчонка, играя в отбор, она не анализирует, что будет. Она просто в него играет. Вот, иногда это достаточно такие, ну, серьезные стыки, но они к этому готовы. Они готовы, потому что тренировочный процесс выстраивается так, чтобы подготовить игрока к соревнованиям, да. И, соответственно, на соревнованиях они уже выступают с такой отдачей, с такими эмоциями по тому, как развивается матч. Это настолько захватывает. Иногда на одном дыхании, ну вот штанга, ну вот перекладины, они же и бьют хорошими ударами, и техника у них великолепная. А мяч такой же или чуть меньше? Да, все такое же. То есть никаких поблажек нет, да? Нет, абсолютно. Ну вот тут еще, раз мы в первую часть нашего разговора у нас такой вот на грани, да, есть еще же такое понятие, как женская логика. Оно все может быть мифологизировано, не страшно. Женская логика, при этом некоторые утверждают, что устройство женского головного мозга более совершенно, чем мужского. И женщина по-другому мыслит, по-другому у нее, ну, считывается как бы вещь. Я не специалист, как говорится, то, что слышу, то такое, как в интернете, знаете. Но, безусловно, общаясь с любой девушкой, женщиной, с мамой, иногда ты понимаешь, что некое другое все-таки мышление присутствует. Вот женский футбол, ведь это тоже мышление, это логика. Там как-то по-другому выстроено, чем в мужском? Нет, ну, если брать упражнения, они выстраиваются абсолютно точно так же. Но как ведет себя девочка, женщина во время игрового эпизода, не может предугадать никто. Что очень важно? Очень важно ей доверять и верить. Но это как и в жизни. Когда ты веришь, когда ты доверяешь, она может свернуть гор. Просто на моей практике, вы, наверное, вначале не сказали, я 16 лет проработала в Чертаново, детской спортивной школе Чертаново. И у меня был такой момент, когда я выиграла чемпионат России до 13 лет со счетом 75-0. Она списали, да, статью определенную. Так это вы как, вы забивали каждую минуту, что ли? У нас просто же идут несколько игр, да, мы играем в круг, потом выходим в финальную часть. И когда мы вышли с девочками в финальную часть, был счет 63-0, и я им просто увеличиваю. Потому что я понимаю, что мне нужно их мотивировать, а происходило это все очень интересным образом. Я приехала, мы выходим на первую группу. Во-первых, я въехала туда, говоря о том, что мне нужно привести команду другого уровня. Вот давайте сейчас здесь ставим запятую, потому что начинаем рассказывать о тренерской. А судьба тренера – это всегда интересно наблюдать за ним. Потом в кино часто показывают, что женская команда, недавно был фильм, да, а тренер – мужчина. Ну, для того, чтобы создать какой-то такой… Это боль, на самом деле, это боль. Это сейчас не только в кино, это сейчас и в жизни, потому что мы вот буквально с коллегой на днях разговаривали. Нас осталось, ну, даже вот если брать Москву, Московскую область, ну, можно по пальцам пересчитать, сколько тренеров женщин остались в профессии. Все остальное составляют мужчины и руководители, тоже мужчины. И руководители мужчины говорят о том, что более высокого уровня готовы только мужчины вести футбол. Вот мы сейчас с этим должны поспорить, да? Это такая дискриминация. Дискриминация, да. Хорошо, сейчас сделаем небольшую паузу и поговорим уже с нашей гостью. О гостях у нас Анастасия Облынская, тренер по футболу с 20-летним стажем и футболистка, и тренер. Люберецкая торпеда тренировала. И дождитесь продолжения второй части. Напомню, что эта программа «Открытый диалог» у нас в гостях. Сегодня Анастасия Облынская, тренер по футболу, тренировала женскую футбольную команду Люберецкого торпеда, работала в училище Олимпийского резерва номер 2 в Звенигороде. Говорим, естественно, о женском футболе и о спорте в целом, и о том, какое место имеет женский футбол. И мы остановились на нереальном каком-то счете. Про дискриминацию мы сейчас поговорим, и без этого мы к этому целую первую часть шли. Но все-таки 75-0. Давайте вот тренерскую судьбу свою рассказывайте. Я, готовя команду к соревнованиям, четко себе понимала, что мне нужно привести команду другого уровня. Да. Потому что все российские соревнования Москву очень не любят. И если ты не будешь должным образом выступать, то, соответственно, ты ничего не займешь. И я подумала, а что же мне, как тренеру, нужно сделать для того, чтобы в итоге у меня так получилось. И я выкрыла очень, на мой взгляд, интересный момент в футболе – это короткие рывки. И я в каждый тренировочный процесс стала вкладывать упражнения именно за счет коротких рывков. И когда мы приедем… Ну, помимо того, что мы готовили разные роды комбинации, стандартные, ну, все, что входит в тренировочный процесс футболистов, мы когда приехали и вышли на первую игру, мои девочки выигрывают 16-0. И тут начинается мой тренерский такой мыслительный диалог самой с собой. Если я сейчас им не поставлю задачу… Засольются. То они подумают, что им слишком легко, и в следующую игру они могут просто выйти и вообще ничего не показать. Да, бывает такое. И я ставлю им задачу, я говорю, девчат, смотрите, у меня к вам есть очень интересное предложение. Вы выигрываете, сначала у нас было 70-0, весь чемпионат, и я вас, и я вам делаю некий сюрприз. Как они боролись за эти мячи, особенно был момент один у нас там был такой, прям есть это в съемках, они ложились в эти ворота, мяч должен был залететь, а им уже нужно на ноль отыграть. Да, и мы сделали это, и все в тот год, все судьи, все футбольные люди, которые были на этом чемпионате, сказали, что ну просто приехала команда другого уровня. В этой команде было очень много, ну как сказать, очень много, 5-7 человек для команды, для одной это много, лидеров. И тренерская работа сложна была тем, что этих лидеров нужно было, они должны были выходить в одном поле и не перетягивать на себя, что я такой классный, а делать общую задачу. Вот моя тренерская работа составлялась еще в том, чтобы их, дать им понять, что они могут на поле гораздо больше, когда они все вместе. Никогда они один за одного, тогда бы они друг друга просто вы сожрали, а девчонки же они такие, если мы с тобой сегодня поругались, то я тебе завтра на тренировке пас не а нам. И это тоже у них присутствует. Да, и написали тогда про нас, интересно, повторит ли кто-нибудь еще когда-нибудь такой результат. Даже на этом уровне. А сюрприз-то какой был? А мы приехали, я им устроила квест, они собирали нам подсказки, я могу это сделать, там, сделала им пряники, как раз это совпало с моим уходом на тот момент из Чертановой, мы объединили все это вместе. Конечно, и слезы, и смех было, все присутствовало. Может, прям кино-то уже. Да, это было очень здорово, это было очень здорово. У меня до сих пор на моей странице ВКонтакте есть видео, когда они узнали о том, что я буду уходить, как они это восприняли, какую-нибудь газету сделали, там, тренировки, там, эмоции, там все зашкаливало, но это было очень крутое. А вы уходили, потому что... Вы уходили, потому что вас уходили. Я уходила, потому что я приняла такое решение после определенных моментов, конечно же, руководства. Ну, вот мы опять возвращаемся к руководству, и давайте, да, поговорим, ну, мы прекрасно понимаем, что все равно мужское доминирование здесь присутствует, вы сами об этом сказали. И насколько тяжело тренеру, хотя, казалось бы, если есть такой конкретный результат, ну, в жизни нашли... И он в этот год был не один. Мы... Тогда я еще была тренером сборных команд, когда мы выставляли по мальчикам своих команд... Ну, сборная Москвы играла во втором дивизионе по мальчикам. Тогда это называлось второй дивизион. И мы два года подряд становились первыми, с разницей мячей, ну, колоссальные, забитых и пропущенных. И там все таблицы этому свидетельствуют. То есть это череда была... Это был такой год победный. Ну и почему все-таки дискриминацию? У меня... Я могу... Может, у вас сложный характер? Я могу предположить, характер он есть, потому что без характера ты не будешь... ...не футболистом, не игроком, не человеком. Характер он в любом случае присутствует. У меня сложилось такое мнение, что бояться, когда ты начинаешь превосходить... Когда ты становишься сильным, тебя начинают бояться и немножко остужают... Присядьте. Присядьте, подождите, остановитесь. Я считаю, что это только так. Потому что те доводы, которые мне привели, я не боюсь смотреть в глаза человеку, я говорю, вы действительно так думаете. Нет, мне об этом сказали. Все. Но тут как бы я не стала сопротивляться. Ты стекла, но ты же понимаешь. Да, но ты же не понимаешь, но твое место там. Ну, понятно. Ну, вы так решили, что мое место там. Вы ни у кого вокруг не спросили, где мое место. И могу ли я пойти выше. Я так понимаю, это не только ваша судьба. Не только моя судьба, потому что девчонки, тренерский состав, очень мало остается именно женщин в женском футболе. А куда они потом? Просто вынуждены профессию? Они уходят, меняют профессию. Вот есть там Наталья Бакурина, потрясающий игрок была в свое время. У нее еще свое агентство по недвижимости. И таким образом люди находят себе занятие другого абсолютно профиля. Хорошо. Раз мы заявили об этой проблеме, чтобы вы тогда предложили, как разрешать эту ситуацию? Я вообще считаю, что будущее за мужчиной и женщиной в паре в тандеме работает. Потому что женщина чувствует эмоцию, женщина видит состояние в поле. У меня были такие игры, когда, допустим, старший тренер у нас в Уоре был Игорь Князев. Он сидел на трибуне, смотрел игру и видел, как я вытаскиваю игру за счет того, что я просто чувствую, я вижу. И я не боюсь делать ротацию именно в поле, что не делает никогда ни один мужчина. Он никогда не поменяет защитника с нападающими местами. Ну, бишь, у него игроки будут играть строго по той позиции, куда он их готовил. Ну, потому что нападающим, наверное, как-то из руки переходить на защиту. А женщина это может сделать. И сделать это в определенном моменте. Вот смотрите, у меня была игра. Я понимаю, что девочка выходит на нападение, не забивает четыре стопроцентных, и я вижу ее, я чувствую ее эмоцию. Она поймала, что она не забьет. Что я делаю? Я смотрю на лавку, некем поменять равноценным. Я думаю, что я могу сделать дальше. И я ее опускаю на бровку, чтобы она пробегалась на пять минут. А потом меняю местами. Она возвращается на свою позицию, забивает четыре. Ну, тут может быть психологически. Ну, представьте себе, на футболе мы сейчас возьмем Месси и отправим в защиту. А вы попробуйте это сделать. Нет, так я же чем и говорю. Тут же момент такой. Именно игры. Тренер Жизнобровки, он тоже играет. От него тоже зависит результат. Вот, кстати, по поводу тренера тоже такой вопрос. Коль мы возвращаемся к теме мужское и женское, я сразу скажу, что я за любой кипиш в данном случае, потому что я вот рассказывал о нашей гости, что был у меня такой опыт, ну, в качестве такого, как это, праздничного матча товарищеского, скажем. Я даже сам играл против женской команды. Вот, честно, правда, не помню, какая. Вот, когда на радио работал. Вот, это было очень интересно, потому что психологически ты вроде бы как постараешься, ну, чтобы травмы не было, а с другой стороны, когда ты уже увидел, что они играют по-настоящему, и тебя могут... И как ты забываешь об этом. Мы становимся абсолютно, ну, как два вот спортивных существа, которые, ну, работают. Ну, все равно, конечно, там ничего плохого не произошло, но тоже, по-моему, или ничья была, как это вводится, ну, что-то такое там, 10-10 было, по-моему, сделано. Но смысл в чем? Вот вы могли бы быть тренером, например, клуба футбольного мужского? Я не возьмусь за такую работу. Почему? Ну, я считаю, что мужчина должен заниматься мальчиками. Так, а женщина? А женщина может заниматься мальчиками до определенного уровня, до пубертата. Вот это вот детский промежуток времени до, допустим, 8-9 лет. Она еще может, потому что там тренировочный процесс строится одинаково. И больше я вам скажу, что если объединить мальчиков с девочками именно в этот период, они друг перед другом пытаются доказать... Как охариться, да. Да, и у них такой колоссальный результат. Почему те единичные девчонки, которые приходят из мужского футбола в женский, они на порядок сильнее? Потому что они именно в мужском коллективе доказывали постоянно и себе, и тренеру, и тем коллегам, с которыми они играли, что они имеют право играть с ними на одном поле. Хорошо, а мальчик, получается, мужчина может тренировать женскую команду? Да. По крайней мере, так думают наши чиновники. Так думают все мужчины сейчас. А вы как считаете? А я считаю, что это несправедливо, что это нечестно, что он много чего не понимает в женщинах. Может быть иногда на этом... Ну, мы не берем сейчас фильмы, мы все вырезали их из своей памяти, но все же еще зависит от характера человека, и может быть как раз вот этот постоянный баланс, который вынужден чисто по природе присутствовать, может быть он и поможет в чем-то, или лучше, чтобы было, например, женщина главный тренер, а мужчина вот как начальник команды. Это не имеет на самом деле значения, какая женщина главная или женщина не главная. Я вообще не считаю, что если работает пара, что кто-то должен быть главным. Просто должно быть два тренера. Да, тандем. Мы хотим быть рядом с вами, мы хотим вам помогать так же, как вы помогаете нам. И мне кажется, когда человечество, а оно обязательно до этого дойдет, у нас будет совершенно другой уровень футболь. Мы не будем соперничать, мы будем играть в паре. Не то, что в футболе, а в жизни. Потому что вот, знаете, как бывает, когда, ну, у нас же как мужчина глава семьи, да, никуда от этого не денешься. Ну, я имею в виду, так многие думают, по крайней мере. И некоторые забывают о том, что иногда мужчина, глава семьи, оставаясь на секунду наедине, он думает, Господи, ну, хоть кто-нибудь бы сегодня предложил, что мы будем делать в эти выходные. Опять мне нужно все придумывать и тянуть эту. То есть сильные люди, которые могут действительно, ну, держать, им тоже иногда хочется, чтобы кто-то принимал решение наравне с тобой, и они были приняты, и никто не будет говорить, что ты все там ерунду какую-то говоришь. Поэтому это, мне кажется, сейчас мы с вами пришли в такую еще более страшную тему. Но завершая, плавно завершая наш сегодняшний разговор, возвращаясь к спорту, правильно я понимаю, что, несмотря на то, что существует женский бокс, женские такие единоборства, что и смешанные единоборства, конечно, трудно это смотреть, но это можно увидеть, да, в интернете есть такие вещи. Я уже перечислил традицию, ну, в общем-то, женщины везде, а большой теннис, какие там нагрузки сумасшедшие, да, какие у нас спортсменки. Вот скажите, пожалуйста, что нужно предложить тогда условным чиновникам, которые, вот, в общем-то, у нас нет женских тренеров в таком объеме, как, видите, они еще вынуждены уходить на другую работу. Что нужно сделать? Как поменять? Чиновник должен увидеть это по-другому. Он должен понимать, что женщина тоже может, женщина тоже профессионал, и женщина умеет делать не хуже, чем делает это мужчина. Вот в этом, у нас же, если мы возьмем профессионалов, даже футболисток, вот посмотрите, элементарная составляющая заработная плата. Сколько у нас получает мужчина футболист, сколько получает женщина. Насколько раз больше? Я не берусь сказать. Но я думаю, что ни в один, ни в два, ни в три, ни в четыре, ни в пять, и не будем продолжать. Ну, в финале уже мы заканчиваем, еще один маленький такой штрих. Это, конечно, к футболу относится, но последовательно судья. Ведь все-таки у нас уже женщина-судья среди мужичков-то бегает. Я помню этот матч, и где-то к 10-15 минуте у меня уже не было никакого, ну, такого, ну, Гадя говорит откровенно, отторжения, да, вот что-то не то происходит. Понятно, что она была вся такая боевая, она вся такая, ух, но это было интересно, то есть такой эксперимент был. Потом у нас у женщины есть боковые арбитры, их очень много, да, и вот это, видимо, уже завоевание женское началось, хотя бы с точки зрения судейского корпуса. Это говорит о профессионализме, о том, что женщина может быть профессионалом, так же, как может быть мужчина тоже профессионалом. Прекрасная концовка нашей программы. Давайте мы пожелаем Анастасии Блынской, Анастасии Владимировне, тренеру по футболу, чтобы мы посмотрели, кто знает, может, через какое-то время я буду сидеть счастливый, радостный, вот, где-нибудь там, где вот футбол смотрят, назовем это так, и буду обливаться приятными слезами от того, что мы когда-то говорили на эту тему. Мы желаем вам успехов. Спасибо большое. Вот, чтобы этот счет 75-0 продолжал вас вдохновлять. Напомню, что также наша гостья тренировала футбольную команду Либерецкого Торпедо и работала в училище Олимпийского резерва номер 2 в Звенигороде. Ну, а если нас слышат футбольные чиновники, может быть, рискнем? Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова